Ангельское откровение преподобному Макарию Александрийскому Ангельское откровение о том, как важно поминать душу после смерти в назначенной церковью дни – 3, 9, 40. В эти особенные для умершего дни мы должны оказать ему посильную помощь. Только Православная Церковь поминает усопших, и только молитвы Православной Церкви слышит Бог. Таким образом, Святая Церковь покрывает нас своей молитвой и в этой жизни, и в будущей. Откровение ангельское преподобному Макарию Александрийскому о загробном состоянии душ человеческих и о днях церковного поминовения усопших – 3, 9. и 40-м со дня кончины. «Некогда, когда мы шли по пустыне, – рассказывает ученик Макария, – видел я двух ангелов, которые сопровождали Макария один с правой стороны, другой с левой. На пути случайно мы нашли поврежденный и смердящий труп. Макарий, чувствуя смрад, зажал рукою свои ноздри, пока не прошел мимо. То же сделали и ангелы. Грешная душа, еще будучи в теле, издает смрад злых дел, но гораздо более по смерти. Старец, увидев это, спросил их, «Уже ли и вы также обоняете смрад мира?» Они отвечали, «Нет, но мы, подражая тебе, это сделали, ибо мы не чувствуем смрада, а только обоняем смрад от душ грешников. Он так нам отвратителен, как тебе отвратителен смрад этого трупа. Удивленный этим, старец говорит им, «Изъясните мне, прошу вас, смрад от душ грешников в этой ли жизни их вы чувствуете или после их смерти? И как вы различаете души грешников, уверовавших Господу, от душ нечестивых, неуверовавших? Скажите мне, если я приобрел вашу благосклонность?» Ангелы отвечали, «Слушай, Макарий, избранный Божий». Грешная душа, еще будучи в теле, издает смрад злых дел, но гораздо более по смерти, ибо злые дела лежат на ней. И мраком, как черную одеждую, покрывают ее. Душа, как дыхание бессмертного света, сама по себе светла и чиста. Но находясь в теле и надлежащим образом не управляя он им, каждая оскверняется грехом, иная более, иная менее. Но выслушай, Макарий, как души верующих и неверующих взимаются от тела. Впрочем, земные вещи принимай за самое слабое изображение небесных. Как от земного царя посланные воины схватить кого-либо, придя, берут его и против воли, а он поражается страхом и трепещет самого присутствия влекущих его в путь без милосердия. Так, когда и ангелы посылаются взять душу праведника или грешника, она поражается страхом и трепещет присутствие грозных и неумолимых ангелов. Тогда она видит, что суетно, недействительно, вовсе бесполезно для нее и богатство, и присутствие родственников и друзей, чувствует слезы и стоны окружающих. Но не испытав такого зова, она никогда не может ни слова проговорить, ни дать голоса. Страшится и дальности пути и перемены жизни. Поражается и немилосердием владык, которых видит пред собою. Беспокоится и о жизни своей в теле. Плачет и о разлучении с ним, по обыкновенному к нему пристрастию. Она не может иметь и того одного и единственного утешения, которое подает собственная совесть, если не сознает в себе добрых дел. Такая душа, и прежде определения судьи, непрестанно осуждается с совестью. Авва Макарий предлагает еще вопрос. Говорит он. Прошу, изъясните и это. Когда отцами предано совершать в церкви приношение Богу за усопшего в третий, девятый и сороковой день, то какая из того происходит польза душе представившегося? Ангел отвечал. Бог не попустил быть в церкви своей ничему неблагопотребному и бесполезному, но небесным и земным своим таинством попустил Бог быть в церкви своей и повелел совершать оное. Ибо когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби, какую чувствует от разлучения с телом. Получает потому, что словословие и приношение в церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить на земле, где хочет. Поэтому душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около гроба, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня, ища, как птица, гнезда себе. А добродетельная душа идет в те места, в которых имело обыкновение творить правду. В третий же день тот, кто воскрес в третий день из мертвых, Бог всех, повелевает в подражании Его воскресению вознестить всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. Итак, благая церковь имеет обыкновение совершать в третий день приношение и молитву за душу. Но если душа виновата в грехах, то при виде наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя. После поклонения Богу повелевается от Него показать душе различные и приятные обители святых и красоту рая. Все это рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя Создателя всего этого, Бога. Созерцая же все это, она изменяется и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если она виновна в грехах, то при виде наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря, «Увы мне, как я суетилась в том мире, увлекшись удовлетворением похотей! Я провела большую часть жизни в беспечности, не послужила Богу как должна, дабы можно было и мне удостоиться этой благости и славы. Увы мне, бедный! Еще и ныне окружают меня заботы и неблаговременное попечение, владевшее мною в том мире. Что мне в виноградниках и оливах, которые я насадила? Какую выгоду принесет мне поле, мною приобретенное? Что мне пользы от собранного там золота? Какую пользу имеет для меня здесь тамошнее богатство? Какую мне прибыль доставила вся сладость жизни и мира того? Увы мне, в суе я трудилась. Увы мне, безрассудно я провела жизнь. Увы мне, возлюбила я кратковременную славу и приобрела вечную нищету. Увы мне, что я претерпела, горе мне, как я помрачена, я не знала. Горе мне, никто не сможет ныне помочь мне, чтобы и я, несчастная, могла получить славу Господа. По рассмотрении же в продолжении шести дней всей радости праведных, она опять возносится ангелами на поклонение Богу. Итак, хорошо делает церковь, совершая в девятый день службы и приношения за усопшего. После вторичного поклонения Владыка всех опять повелевает отнести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразные нечестивых мучения, в которых, находясь, души грешных непрестанно рыдают и скрижещут зубами. По этим различным местам мук душа носится тридцать дней, трепеща, чтобы и самой не быть осужденной на заключение в них. В сороковой день опять она возносится на поклонение Богу, и тогда уже судья определяет приличное ей по ее делам место заключения. Итак, правильно поступает церковь, делая поминовение о усопших и приявших крещение. С душами же, не приявшими святого крещения, не так бывает. По разлучении этих непросвещенных душ от тела неумолимые ангелы, взяв их, жестоко бьют и говорят, «Сюда иди, нечестивая душа, познай, кто твой владыка и Господь всех. Ты его не восхотела познать, живя беспечно в мире, познай же ныне, осужденная на вечную муку». И, восхитив ее до первого неба, поставляют и показывают издалека славу ангелов и всех небесных сил, говоря, «Всех сих Господь есть Иисус Христос, Сын Бога Живого, которого ты не хотела познать и почтить поклонением. От иди отсели к подобным тебе нечестивым и к князю их дьяволу, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, которым ты в жизни, как богам, поклонялась». Ангелы, сказав это и обняв Макария, раба Божия, невидимые стали нами. Мы же будем высылать славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и вовеки веков. Аминь.